Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны В первом самолете летел генерал Степан Акимов, и падение стальной птицы произошло в окрестностях Белого озера, что в Николаевском районе. Погибшим в этой катастрофе членам экипажа установлен памятник. Судьба же второго самолета менее известна. Дело в том, что долгое время трагедия находилась под крифом секретности, ведь транспортное судно принадлежало авиаполку особого назначения. ПС-84 – средний транспортный самолет, серийно выпускавшийся с 1939 по 1954 годы XX века. Изначально был разработан как пассажирский, но с началом войны был модернизирован в военно-транспортный. Самолет имел широкое распространение в воздушных силах СССР, поэтому в начале войны эти машины участвовали в эвакуации Москвы, а впоследствии были задействованы практически во всех крупных военных операциях. Новосурск находится на правом берегу Суры, на месте впадения в нее реки Талы. В этом селе живет последний живой очевидец тех событий осени 1941 года. Иван Савельев стражил Новосурск, некогда называвшегося Кунеевым. Удачи на нашей стране и хозяин жилища мы застали на крыльце дома. Иван Савельев во время крушения самолета учился в первом классе. Несмотря на то, что уже прошло много лет, помнит он это событие, будто оно случилось только вчера. У нас Степан Яковлевич, учитель, водил туда, на гору, где разбился самолет. Это в лесу за Сурой. А он летел откуда-то. Ну, вроде сказали, там человек пять разбилось на этом самолете. И вот мы, ученики, он нас по горе поставил из учеников. У нас 41 человек был учеников. И вот он нас расставил так в ряд. Давайте, смотрите, близко не подходите. Самолет разбился на самой границе тогдашней Куйбышевской области и Мордовии, возле села Янгалычево. Там же с почестями были похоронены погибшие члены экипажа. Секретные документы из разбившегося самолета тотчас увезли на спешно прибывших машинах. Останки же фюзеляжа местные жители растащили на ведра и тазы. А двигатели и части остового самолета остались похороненными в Кунеевских лугах. Их-то нам и предстоит обнаружить. Во время нашего разговора с Иваном Петровичем выясняется еще одна интересная деталь. Возможно, гибель самолета не была связана ни с диверсией, ни с трагической случайностью. Два местных жителя были непосредственными свидетелями авиакатастрофы. Вот они сидели на вышке и наблюдали эту всю картину. Как подлетел к ним самолет и его расстреляли. Но откуда взяться вражеским истребителям в глубоком тылу? Может быть, груз, который вез советский транспорт, был слишком важным и должен был очутиться в руках вермахта? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова